у меня в 2020 году был рейс мне мне нужно было 8 корлеев отвезти в марокко поездка была по марокко и план был такой что я доставляю мотоциклы в марбелью 12 марта 2020 года выгрузить мотоциклы в марбелье 12 марта 2020 испания начала закрываться прямо вот у меня на глазах короче наступает но самое жесткое время честно вот конец апреля начало мая хочется просто спрятаться спрятаться именно от телефона от звонков потому что сейчас конечно клиентская активность будет просто невероятная вот поэтому все клиенты которые меня смотрят все наши владельцы мотоциклов наберитесь пожалуйста терпения вот мы так же как и вы терпим потому что сейчас самая большая сложность в том что мы постоянно что-то от кого-то ждем мы например не можем сдать живот а потому что мы ждем суппортов от поставщика опять же в связи с последними событиями у нас там произошли пока по с доставками вот мы должны вроде как до конца месяца получить но никто никаких точных цифр и дат сказать не может поэтому это всегда риск вот по всем остальным вещам то мы ждем там стекловолокончиков то 3d печать 100 маляров и вот этот процесс он бесконечен плюс постоянные косяки короче это просто от но как обещали в принципе в мае все будем сдавать вроде бы все получается поэтому стараемся идти такими технологиями которые уже вот точно сработают и по стекловолокну и по всему остальному вот поэтому блин подарок в боксу им также в порошковой покраске не все с первого раза получается блин вечно какие-то геморрои просто иногда до слез ну просто до слез потому что могут такие ситуации прям вот но описать не поверите как будто вот глупости постоянно короче силу терпения нам их не владельцы мотоцикла так что большая работа была проделана и конечно сейчас на дома феерии все это завершить выкативаются мотоцикл пошел нашу почему вы так как в москве нельзя скажите мне пожалуйста короче мы нашли наркоту санте немного машин то так но у нас с вами этот выпуск посвящен и миссу едем в санкт-петербург завтра у нас погрузка с вами мотиков и стартуем вот это еще более нервная история потому что когда ты здесь хотя бы тебя есть ощущение какого-то контроля процессов а так мы будем далеко четыре дня и были здесь за эти четыре дня очень многое должно произойти вот поэтому для меня это конечно отдельный нервяк но ничего постараемся расслабиться не первый день замужем как говорится ну так окропавич слегка по это качество молодцы хорошее качество спасибо вам большое нема зашо дома за счет друзья выхлоп кстати новорот он в серийной продаже так что если кого-то интересует ценник просто адский потому что российское качественное производство к качественное производство ценник невероятно но факт да потому что и карбон тут и фрезеровочка и все ручное и туда-сюда короче просто глаза на лоб полезть можете покупать через до也可以 можете через нас она будет у вас одинаковая окно можете еще и на установку проезжать промокод велском а вот это праздник праздник нам приходит праздник нам приходит праздник нам приходит праздник нам приходит Веселье приносит ты вкус бодрящий Фэтбой, а вкус всегда настоящий Друзья мои, это уже каркас сидения на фэтбой, снятый с матрицы То есть это уже серийный образец Дальше сверлим дырочки, вставляем резиночки А без резиночек ты не примеришь его, дядя Ну давай хоть так накинем, да Ну там чуть-чуть повыше, по-моему Чуть-чуть такой-такой Да, давайте, Костяныч Дрель, нужна дрель А я вам покажу Какова красота Бесплатная интеграция парня за карбоном Только к Антошу Сантофаб Но по промокоду автоспорт в опасности Можно получить наценку 20% Кто-то же в этой доблестной организации должен колхозить Владислав, есть такое мнение, что вы здесь единственный кастомайзер Как бы Потому что больше мы тут никого с наждачкой не видели Нет, есть там еще, но он запер клетки на другом помещении У футбола есть клыки? Да, один Как у любого настоящего мужчины Сам поинк, что сказал Макс, механикам запрещено работать с такими часами Ты можешь повредить лакокрасочное покрытие Но тебе простительно, поскольку ты не механик Не знаешь, что все Должен вносить хаос Стоимость выхлопа Вот она же объективно рассчитана Вот ты же знаешь, да? Вот люди просто не верят Почему все это так дорого стоит? Вот качественный продукт, сделанный в России Рассчитанный, там, считай, по каждому часу Правильно? Ну вот ты же вместе со мной его считал Ты же видел, как это все делается? Конечно Практически даже своими руками что-то делал Как ты считаешь? Возможно делать дешевый продукт в России? Нет, невозможно Стоимость любого продукта Она исчисляется в количестве теплоты рук Которая передана нам изделия Понял? Я тебе серьезно То есть сколько ты держишь в руках изделия, да? Сколько твое тепло передается изделия? Вот столько Вот так вот, это типа тепловое КПД Производство, ничего себе Вот так я еще не считал, кстати Вот тебе на заметочку Хорошая вещь Теплая и дорогая Ну объективно, чтобы сделать такое Вот, я не знаю, там, в цену Там Акропович или еще что-то Вот на таком уровне Надо сколько? Ну тысячу штук запустить, наверное, да? Ну хотя бы 500 У тебя бы 500, да, да 500 штук Понятно И как бы, чтобы у тебя уже была налажена система продаж Каналы продаж Да, чтобы тебе это уходило Не залеживалось на складе Потому что тебе же нужно найти бабки Сразу возвращать обратно в оборотку Производство Вот Поэтому это именно сразу должен Отдел продаж должен Штамповать как бы и продаж Короче, друзья, это очень интересная тема Ценообразование Как-нибудь мы с вами разберем какой-нибудь продукт Я не знаю, выхлоп просто не очень хороший пример Потому что производство не наше Мы только часть этого производства А надо вот вам взять какое-нибудь там Я не знаю, колесо можно разложить На цену по рынку То есть вот Хорошая, кстати, идея Надо будет в следующем бложке вам сделать Костян, что с зазорами? Все шикарно Это даже, мне кажется, выше уровня От того самого Апоповича Апоповича? Да Акаковича И лямбда здесь не торчит теперь Все пожелания клиента учтены Кроме цены Ну что, Константин Первые детальки более-менее сошлись Отлично Ждем сейчас низ для сборки А низ мы не делаем, потому что мы не делаем бок Собрать все Смотрите, потому что все стыкуется по плоскости А там есть как бы скругление И их надо выводить будет, скорее всего Ну так, в принципе, неплохой результат На таких длинах Тут, в принципе, на тех частях, где нам не важны перепады В принципе, здесь вот эти вот стыки Они допустимы Здесь прям вообще все очень хорошо Самое главное Мы вот заморочились боковыми частями Чтобы на них не было никаких стыков Потому что они самые видные у нас И на них все остальное здесь плюс-минус может гулять Вот эта деталька мне прям нравится Покрути С той стороны Вот, стой А вот это как раз эти Края, да Да, края бака Да, попали мы, конечно, по срокам чуть-чуть Но если сегодня материал приедет В принципе, мы до конца недели добьем, да? Да, сейчас подрядчиком вроде как успеем поставить Пробную стекнуть На майских работает? Ну, надеюсь, перерыве там, да Субтитры сделал DimaTorzok Макс, ты же дизайнер Что ты делаешь с Рохлей в руках? Отдыхаешь? Вау, алюминий Так, приехал материал на боковинке для матрицы А это значит, что между майскими праздниками Что произойдет, Дмитрий? Понять Все правильно, понятия ты не имеешь Потому что форма будет готова И ее уже покрутят когда-нибудь Да? Абсолютно точно Абсолютно точно Все собравшиеся здесь люди это подтверждают А форма уже есть Она вот Интересно Максим, вы знаете, что не всем дизайнерам в этом мире Везет с тем, что они видят свои детальки в станке? Да Да, уже не знаю, что сказать Можешь посочувствовать всем дизайнерам в мире Я думаю, да Мне могут посочувствовать Вот смотрите, друзья Так у нас выглядит форма Это форма для сидения X-Diavel Альянс И вот здесь вот у нас такой кондуктор У нас есть вот такая штучка На которой Через которую у нас крепится сидение К этому кроме И плюс Здесь магнитики Которые площадочкой Такой с логотипом Закрывают всю эту историю крепления И ее нужно очень правильно позиционировать В передней части Вот Для этого сделался Вот напечатался такой кондуктор То есть проклеивается один слой Потом эту штучку вставляется вот сюда Вот И потом прикручивается И проклеивается дальше Вот и все Таким образом она четко будет стоять в оси И никуда не девается И форма у нее будет идеальная Следовательно Все будет идеальненько Да Я с этим С новым VMAX Первый раз рядом И он просто Очень большой Он просто настолько большой Что этот двигатель Даже кажется маленьким Да, Жень? Просто реально Как будто такой игрушечный Просто монструозная Хрень Смотри Я не знаю Камера это вам конечно все не передаст Но вы просто посмотрите на эти объемы Просто выхлопа Сколько ты говоришь двигателя у него тут? 1.7 А сил? 200 с мотора? Подожди Мы с мотора На 131 моторе 150 сняли С мотора С мотора А, ну да, да Точно С четырех Ну что Надо поставить красивые колесики И вот Трехсоточку назад Потому что вот этот Конечно От скутера Колесо Которое сюда Прикрутили Это конечно смешно Просто Задняя часть Смотрите Просто жесть Да Монстр Монстр Вот редуктор Тут конечно Японцы Японские инженеры Такие Давайте Чтобы это все Технологичненько Выглядело Вот так вот Сделаем болтики Красиво Не, ну базара Ноль Бля, пацаны Где колесо здесь Красивое Вот один вопрос Якудзи Где колесо? Ну реально же Это как будто Это же как будто Вот этого Мне кажется У них Знаешь На там На Кавасаки На это Все Одно и то же Колесо Друзья От вас Мы конечно же В комментариях Ждем оценки Дизайна В Макс Надо понимать Вообще Чем вы мыслите А ваша индейка готова Сэр Он вот в кальянную зашел Да-да-да У нас в кальянной Все спокойно Ну что друзья Вот из такого Огромного куска Получается вот такая Маленькая деталька Сейчас будет чистовая Маленькая деталька Когда-нибудь У нас будет Такой красивый Мотовоз Такая фура Длинная Крытая На ней будет Красивая Такая графика Мы будем Загонять туда Много-много Мотов И ехать На какую-нибудь Большую выставку А пока Вот так Здравствуйте Здравствуйте Блин Заехал за Романычем На райончик И проезжали Мимо Вот здесь Новостроечка Полипедевского Новостроечка Вот здесь 20 лет назад Вот здесь Мы провели Половину С нашей Юности Уже Катаясь На скейте Вот здесь Было Новое здание Там На углу Мы Катались Ели майонез И хлеб Вкусный Вкусный хлеб И вкусный майонез И колой Запивали Как не помер От загадки Когда немножечко Поехал отдохнуть Но забыл Что ты Программист И у тебя Работает Три станка Романыч Ты что Фрезеруешь? Мы с Романчем Бодрико На кофейке И сосисочках Двигаемся Из солнечной Калифорнии А нам присылают Вот такое Видео Что сейчас В Санкт-Петербурге И мы туда едем Короче Наше движение Продолжается Романыч Запрограммировал Станки Теперь нам нужно Сделать договорчик На оплату услуг Вот Поэтому мы продолжаем Вести бизнес По-русски На трассе Питер-Москва Как раз Сейчас с Романычем Съехали Обсуждали Тот момент Что мы Вот всегда живем В России Есть такая тема Вот всегда живем Ожиданием Чего-то Что когда-то Мы начнем жить А по сути Это вот Жизнь Она здесь Поэтому мы Договорились О том Что Мы получаем Удовольствие Здесь сейчас Здорово, Маныч Потому что у нас Потрясающе Потому что у нас Потрясающая работа Вот Да, она сложная Да, она может быть Там Не так финансово Интересно Как бы нам Хотелось Но Она есть И Мы ее любим И кстати Выставки в этом плане Очень Хороший заряд дают Потому что Вы приходите Рассказываете О том Какие эмоции Вы испытываете Глядя Наши блоги Делитесь Своими Впечатлениями Респектуете И Это нереально Мотивирует То есть Помимо того Что у нас есть Куча Геморроя За плечами Точнее На плечах На другой Чаше весов Вся вот Эта вот Поддержка И Невероятная Оценка Наших трудов Поэтому Вам спасибо Вот едем к вам Чтобы с вами Общаться Блог в блоге Все Подъезжаем Дождик Он пошел Смачен Посмотрим Сейчас Говорят Там пыль Пыль И Тула Посмотри Туда Просто Подъезжаешь И Турматище Начинается Ну что Роман Есть Ностальджи Да Смотрите Как Архитектура Архитектура Где ты Видел Вот Смотрите Архитектура Пока Только Васильевского Острова Пока Только Знаменитые Питерские Пробки Из Вон Вон там Срал Трамвай Вон Трамвай Вон Трамвай Там Ах два Роу Ты что давно Не видел Трамвай Какой видос Который Ты мне прислал Типа А ты Питер Знаете Мои душе Типа Позже Покажу Я Чего Слово Трамвай Это просто Это душа На месте Не знаю Я в прошлой жизни Точно Точно В прошлой жизни Жил в Питере Это точно Это точно Реально Просто Я могу ходить По этим бесконечно По этим улицам Я уже хожу И хожу И хожу Это просто великолепно Я еще и травы выхватил Вообще класс Когда ты приехал в Питере Ты уже вымысел Мы только въехали А потом Это вот так вот Знаешь анекдоты Из Москвы Приезжают Понятно Ну ща мы тут Где-нибудь Что-нибудь И мы тебя А вон я тебя вижу Отец Где тут море Вот море Вот Все что хочешь Салям Салям пополам Хорошо доехали Здравствуй Наизе Да Вот тут вот вход Либо Да Больше вариантов нет Это вот Помещение Есть Ваш стенд Это выставка Наша Че здесь так холодно Тут утренец ворота пока открыта Здесь бокс 39 Это все наше? Да Серьезно А там С той стороны БМВ О Дукатти Хочешь посмотреть Где вы Мы что Соседи БМВ Ничего себе Тамара Скати На Дукате Ничего себе Слушай Ну по-моему Весело будет Смотри-ка Так Лично Что я не уверен Что завтра Приедет Много мотоциклистов Они нам не нужны Ну я думал Завтра будет Наплыть Но будет Розыгрыш Цена Рядом Все классно Так В этом году Выставка Проходит Насев Кабель Порту Здесь вот Будет основная Зона Там где мы Стоим А вот в этом Ангарчике Будет Значит Кастл Зона И вы конечно Просто сейчас Офигеть От этой площадки От этой площадки И как же Все таки Вот когда Приезжаешь В такие места Жалко Что Нельзя Соединить Вот Количество Денег И техники В Москве С вот этим Флоу Который здесь Потому что Это конечно Так все Душевно Так все Провинциально И при этом Качественного Поэтому Вот очень Очень жаль Что такие вещи Они как бы Друг друга Не Не объединяют Вот это Мечта Хозяйки Просто Идеальные Полы Я вот в таком Ангарчике В мастерскую Конечно Б расположил Красота Вроде как В районе 40 мотоциклов Будет И 4 машины А вот и Наша посылочка Из Москвы Ну что Роман Чувствуете Как вас Фурами Перевозят А как Вы думаете Сколько Мотоциклов Пойду и фуре Вы Ребят Не прикалывайте Потому что На самом деле В фуре Должно было Быть 10 Мотоциклов Но Мы В итоге Поехали Здесь С четырьмя Мотоциклами Зато Они себя Очень комфортно Чувствуют Друзья Вот так Выглядит Билет Бизнес-классом Санкт-Петербурж Эмирейтс Санкт-Петербурж Санкт-Петербурж На таком Маленьком Кавадрате Сейчас Будем Веселиться Так Друзья У нас Сейчас Закончилась История С Заездом И мы Возвращаемся Домой А Антоша Мой У которого Я остановился В Питере Он живет В Левашово А у нас В Левашово В 2013 14 Году Был Гараж И сейчас Мы этот Гараж Будем Искать Мы как раз В Левашово Очень крутые Воспоминания Вот здесь Вот мы Вот на этих Местах Мы Обкатывали Сейчас Надо будет Обязательно Вставить Видео Серба Мы здесь Доделывали Серба И здесь Вот по этой дороге Это какое там Горское шоссе Вот здесь Вот мы Снимали Последний Проезд Еще тогда Коля Снимал Это все Дело С этого С прицепа Просто Открытый прицеп И Коля Внутри Стоял с камеры Это было Конечно Феерически Блин Слушайте Реально сложно Вспомнить Я сейчас Я так помню Просто примерно И я не помню И я не помню Точный адрес Сейчас Вот по этой По наитию По карте Блин Реально Так все Это тут Позабылось Уже Офигеть А сколько лет Прошло 2014 год Это уже 6 Офигеть Это 8 лет Прошло Вот Нашел Нашел Родной Перекресток Блин Интересно Жив Еще Константин Георгиевич Как сейчас Помню Господи Сколько Было С ним Связано Веселых Историй Вот Он Друзья Вот Он Весел Российский Кастомайзинг Суров Скажу Что я Всю Жизнь Слушай А мы Такие Конечно Порадовались Надо С рукояткой Еще Посмотреть Бокс 39 2013 Года Что-то Судя По всему Здесь Так Уже Это Движухи Никакой Нету Слушай Тут Уже Все Так Это Заросло Фигеть У нас У нас Вот эти Ворота Еще Речка Речка Вонючка Проходит Вот там И здесь Постоянно Летом Такая Вонь Была Начала Цвести Короче Здесь Гараж Был Единственным Местом Чистоты Потому Что Вокруг Было Просто Хренивка Если честно С хозяином Совсем Не хочется Встречаться Поэтому Поехали Да Владелец Конечно Этого Гаража Был Просто Знатным Орком Там Вот Это Все Здание Это Было Он Сдавал Это Все Приезжим Там Постоянно Какие-то Миграционные Проверки Потому Что Естественно Там Все Вокруг Соседи На На Него Подавали Всякие Заявления Мы Там Знаешь Работаем В мастерской И просто Заходит Миграционная Служба Полиция Так И все Короче Через нас Через гараж А у нас двери Были открыты Ой Короче Че только не было В этом гараже Ну конечно Дядька был Просто Конченый Наглухо Ой Вспоминаю Блин Я просто Оттуда бежал Просто Потом бежал И Радовался Но Опять же Соотношение Квадратного Метра И цены Тогда Имело Очень большое Значение Поэтому И между Прочим Между Прочим В этом Гараже Когда я Был Мы Познакомились С Мишей Который Потом И стал Партнером Из Которым Мы Открыли Уже Современный Бокс Вот Так История Утречка Доброе Господа У нас Сейчас Пятница Первый День Выставки Но Вообще Столько У нас Ностальгии У нас Походу Этот выпуск Будет Полностью Посвящен Ностальгии Я Сейчас У Антоши В гараже В бытовке И сейчас Я вам Кое-что Покажу Вот С этого Аппарата И началось Наше Знакомство С Антоном Он Задумал Построить У себя В гараже Сам Мотоцикл То есть Реально Вот эту Всю Историю Он Сделал В гаражике Но С использованием Нашей Помощи Мы тут Немножко Колесики Мы делали Вот Который Сейчас Накачивать Будет Который Спускает Постоянно Раму Антоха Делал Сам Здесь Вот Наша Вилочка Руль Траверс Фрезерованная Бак Бак Стиларты По-моему Делали Да Стиларты Бак И сиденья Ой Это Крыло Вот Так Вот Поворчи мне Еще Делал В эволюшене главное что? Это характерный след, который говорит о том, что здесь был эволюшен, и других вариантов нет. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, выставка стартовала, пятница утра, свет полный звездец, фаны просто бомба. Так что потихонечку, начиная, народу пока что нет, студенты в основном. Сейчас сходим с вами кастом-зону глянем. Ну что я вам говорю, вот как это всегда в Питере круто выглядит. С наполнением полная задница, но как это выглядит. Локейшен просто бомба. Сейчас с вами пробежимся, что-нибудь посмотрим, но самое главное, это вот это, смотри, как это классно. Ващпеди зига. Такой прямо флоу тут, прям непередаваемый. Блин, очень крутая локация. Почему нельзя вот это все объединить, блин, с нормальной коммерцией, объемами, всеми делами? А почему вот так в Москве нельзя, вот скажите мне, пожалуйста. Я не знаю, чтобы ты это говорил. Да вообще, ну вот-вот-вот-вот, смотри, вот это, а? Флоу, да, просто невероятно. Шикардос. Да потому что, блин, в Москве каждый квадратный метр, блин, стоит, как вся наша жизнь, понимаешь? Вот поэтому нельзя. А здесь вон тебе просто ангарами все отдают, все что хочешь. Так, по экспонатам. Здесь, в принципе, есть то, что мы с вами уже в Москве видели. Много алдятинки. Ну, правда, давайте-ка я вам ничего интересного не расскажу. Тут, в принципе, я к вам не эксперт. Но есть прямо вот такие вот аутентичные штучки. Ну и вообще, по экспонатам, конечно, вот посмотрите. Сейчас мы прибежимся с вами, очень сильно все отличается от Москвы. Потому что все мотики типа кафешники, все такое, либо алдятинка, либо кафешнички. Все такое маленькое, маленькое, не глобальное, так скажем. Вот это вкусненько, да, как мы с вами любим? Типа дизиган. Ну, а тоже ярко, модно, молодежно. Ну, а тоже ярко, молодежно. Не знаю, друзья, может, я немножко уже подзаболеваю, но меня в последнее время вот такие вещи прямо вштыривают. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, вот, как бы, и все. Ну, да, что вы хотели-то? Что вы хотели? Кризис, блин. Ну, все равно, как же это красиво. Твоя... Тут все со смыслом, как бы. Не хочешь попасть в наш блок? Примерно в блок. Это все, все настоящее. Вот эта машина существует. Наш эвакуатор. Круто. Самокруточка. Здорово, Санька, блогер. Че, ты хайпанул на последнем ролике с Мату Весны, а? Конечно. А, хайпажер. Конечно, на всех никто репост не сделал. Да, кто ж такой репост это, где ты всех в кучу собрал? Я вообще просто всех, скажем так, друзей объединил. Да, друзья объединил. Говнеца, так скажем, подновил. Да ладно, ладно. Итак, но дело не в этом. Мы сейчас будем рассказывать про Род Трэш. Да. Что такое Род Трэш? Я и Антоха. А вот. Нет, это просто Трэш. А что такое Род Трэш? Род Трэш это ежегодные соревнования. Че-то по брошюрке было дальше? Я не знаю, я не читал сценарий. Ну, короче, это гонки на ваннах. Гонки на... Любительские заезды на кастомизированные классические дорожные. И еще на всяком хламе, который у вас остался точно там где-нибудь в деревне, где-нибудь на дачах, в сараях, в заброшенных гаражах остались там от дедушек, бабушек и отцов. Знаешь, что твоя выставка, ой, вернее, твоя гонка сейчас станет самой актуальной, потому что кроме такой техники ничего не останется. Я знал об этом еще сколько-то, 5 лет назад, когда приехал с этой идеей к тебе с Севой. Пошли инновацию смотреть. Так что... Я как ведущий говорю, что вот это Димон, создатель, привет, ванны. И он расскажет сейчас. Пойдем расскажем, что ты там сделал в ванной. Что ты делал в ванной? А ты что говорил? Хотя бы расскажи, что за двигатель. Делай боль-боль, говори что-нибудь. Значит, ванна построена специально для рок-трэша, для категории фан, двигатель хонда такт. Дальше ванны и два колеса. Ванна, два колеса, рейка от картинга, руль от снегоката детского. Это, кстати, чукагек, нет? Да, чукагек. Блин, чукагек, у меня был чукагек в детстве. А что, можно заводить, да? Да, да, заводить. Тормоза самопроизвольные. Посмотрите, как дым идет из душа. Она отгоняла. А, еще же душ, да? Да, да, будет. Еще же душ здесь. Короче, вот что нас ждет в ближайшие пару лет. Она не уедет? То есть ты едешь и дышишь своими же парами? Чем быстрее едешь, тем меньше дышишь. Поэтому надо ехать и не стоять в пробках. Ну и, конечно же, по классике, ссылочка на ребят в описании. Заходим, веселимся. Это победителю? Мы каждый год делаем кубки разные все время и не покупаем. То есть видишь, что тут старые покрышки распилили. Вот, например, этот кубок. Вот угадай, из чего я сделан? Из чего матрица сделана? Этот цветочный горшок был. Мы седами куплены за 200 рублей. Вот, мы клеили матрицу и вот такие вот основы сделали. Крутые. Вообще было очень много кубков. То есть было уже 6 гонок и 6 разных кубков. Это с 3 гонок были такие. Тебе не страшно быть в Питере настолько уникальным? Слушай, ну самые крутые уехали в Москву жить, а я как бы этот рынок занимаю. Так что, чуваки, адрес будет ниже в описании. День 2, день 2, день 2, день 2, день 2, второй день выставки в Санкт-Петербурге. Короче, мы нашли наркоту. Он начал продавать этот мотоцикл, он начал пользоваться бешеной популярностью. У него достаточно высокий такой ценник, надо сказать. Этот мотоцид он является, ну, по сути, спортбалкой. Светлайский. Это по-моему? Да. Это по-моему? Короче, друзья, мы что-то вчера так прикруснули, народу вообще не было. Сегодня так уже политичковый, да, Роман? Язычок стирается, да? Язычок стирается. Божественные, сцепятся. Скорее всего, сцепятся. Да, короче, прям сегодня уже хорошо, да. Я даже немножко удивлен. Это вопрос к 27-му джотам. Где я за... Катеринка? Да. Организаторам хочу выразить огромную благодарность за праздник, за встречу. Встречаемся на дорогах, встречаемся на дорогах. Роман, вы супер. Ивану, да? Да, Ивану. Я потом обрежу аккуратненько. На джиуты я уже точно не успеваю, но буду копить на футбол. Ивану. А второе? Путевашка там будет, можно будет? Я сейчас, не знаю, пардон за мат. А кому? Дивану. Мне на работу и на работу. Спасибо большое. Спасибо. Вы супер, парни. Вот, друзья, хотел вам вирус показать, просветить, так скажем. Мотик сейчас в одной из контор стоит в наличии в Москве за 12 миллионов рублей. Здесь у нас дукатский мотор 99R. Мотик сам этот 2008 года. Ну, я не знаю, кто знает, вирус там входит в один из топов самых дорогих мотоциклов. Это такой типа суперспорт. Он, значит, в Европе обходится где-то в 160 тысяч евро. Ну и смысл в том, что здесь такая невероятная, крутая, прогрессивная, значит, передняя подвеска. Ее прикол в том, что при торможении у мотоцикла нету эффекта клевка. То есть он не клюет и, как бы, следовательно, не изменяется трейл и все остальное. То есть он очень круто в этом смысле поворачивает. Ну, а треках на них никто не гоняет, потому что, если ты такой мотоцик уронишь, то детали ты просто не найдешь, либо будешь ждать их очень долго и стоить это будет невероятно дорого. Вот, поэтому это, в принципе, просто такая коллекционная игрушка. Типа сказать, что такой там у Брэда Питта и у тебя, и у Майкла Джексона. Ну, вот не поверите, все равно есть любители в России, кто действительно в коллекциях держит вот такие аппараты, для того, чтобы впечатлять, наверное, себя и других. Сейчас, кстати, вирус выпустил какой-то Alien, там вообще такая сумасшедшая какая-то конструкция. И вроде как один из коллекционеров везет его, то есть, возможно, там ближайший год мы увидим его в Москве. Кстати, еще из нюансов мне сказали, что вот у этого двигателя, поскольку это спортивный двигатель, у него просто вообще нет никакого ресурса. То есть, через 30 тысяч километров двигатель просто выбрасывается. То есть, это очень такая сложная в эксплуатации тема. Поэтому, блин, надо быть каким-то исключительно невероятным любителем всей этой истории. Пока, пока. Ну что, Роман Андреевич, подошел к концу. Имис 2022-го. Давай, как обычно, ты рассказываешь, а я сижу рядом. Ты просто улыбаешься и делаешь вид, что понимаешь, что происходит. Да, и типа, где камера? Давай рассмотреть. Короче, что могу сказать. Я вам даже не стал показывать общий зал, потому что ситуация, конечно, по наполнению печальнейшая. И я думаю, что Питер как никто отображает сложившуюся ситуацию в стране. Поэтому все крайне-крайне печально. С техникой все очень плохо. Да и с бизнесами, в принципе, тоже. Вообще, конечно, много есть что обсудить. Но я думаю, это не для данного формата. Надо бы, чтобы кто-нибудь интервью у меня записал, и я рассказал всю правду матку. Или стрим. Какой замечательный намек всем. Или стрим. Или стрим, да, нужно сделать. Вот. Вы знаете, раньше, когда мы были в Питере, участвовали в вымесах и потом ездили в Москву, конечно, не такой контраст. Вот обратный контраст гораздо сильнее. Когда вот ты побывал в Москве, а потом приехал в Питер. Конечно, печально. И очень жалко, щимит сердце. Потому что, ну, потому что мы любили и любим этот город. И посвятили ему большую часть своей жизни. Оказывается, я сюда переехал когда-то 7 лет назад. Да. И очень, конечно, печально наблюдать, как все это увядает. Как увядают люди. И насколько все медленно и плохо. Но, надеюсь, все изменится. Хотя, надежда мало. Ну, что? Что по выставке? Как бы ты озвучил выставку? Типа, молодцы, что провели. Все так говорят. Все рады тому, что в пашу года не было. А сейчас она наконец возродилась. Очень много этому радует людей. Ну и мы порадуемся. Ну и здесь, как ты заметил, вообще наполняемость очень плохая. Даже шлемов нет. Да, представляете, ни одного шлема нет. На выставке нет ни одного шлема. Вот, в принципе, этим мы и закончим наш выпуск. А меда? С вами был Владислав Великов, Роман Ходорев. Телепрограмма Мото Дождь. Мото Дождь? Мото Дождь. Мото Море. Мото Море. Мото Дождь. 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 тут не все еще наконец-то в вашем бложике настоящий гараж нифига стеклянная дверь между гаражами я сейчас вообще своими глазами смотрю извините это это саша верни коберу паспорт срочно удивительная коллаборация конечно вообще-то карки нет чё точку огурчики огурчики рассказывай что строишь строю третий гараж не досмотреть нет из мотоциклов на самом деле много чего вот видишь фрезерованные на 5 координатном станке колеса кончусь я такие не помнится не фрезеровал помнится может быть не для камеры кто-то мне не отвечал три недели до другой вещи с выключу камеру да узнаю я смотрел видео как вы собирали кстати можно посмотреть по ссылочке в описании канал саша бур мистер будет у него еще последняя наверное часть видео когда он станет прям красивым покрашенным но это будет через пять лет нет вот летом летом через пять лет каким летом да не указывается смотри как на алиэкспрессе продают офигеть работал со у стилартов от моего отнимать господин кобера делает шовел хэд который будет не такой как все стандартные извращения с пружинки плел сам загибал потом воронил выхлоп делает еще что-то делает ковер ты решил по фристайле победить что ли это же невозможно ты же помощь им другая история просто когда распределяли шевел хэда в год 13 грани один не достался антон там делает да и поэтому я решил что ну придется на старание брать шевел хэд так как их они кончаются и надо успеть в своей биографии кой какой у нас политический инсайт вообще я кстати могу показать будущий мотор для фристайла я не знаю это может быть не через пять лет вот так друзья выглядит мотор для фристайла тридцать шестой что ли носу 501 кубик жесть где нашел авито авито казахстан вроде бы ссылка в описании позже когда ты уже прекратишь бесплатно работать это лучшая шутка на сегодня надо его подвинуть на это пятно скрытая интеграция мотовода ссылка в описании не слышал ни разу как паша ругается матом паша пора как видите или справляемся с работы спим по четыре часа все основное время возим немного пробегов дорогие друзья сними лучше винет год винетки смотри там бейсболки лежат она была в латвии в литве в польше и застряла в португалию в германии в италии в австрии в швейцарии во франции в португалии в хорватии в боснии герцеговини короче только стран не существует да в общем можно многое прочитать расскажи как она застряла у меня в 2020 году был рейс мне мне нужно было 8 корлеев отвезти марокко поездка была по марокко и план был такой что я доставляю мотоциклы в марбелью 12 марта 2020 года выгрузить мотоциклы в марбелье и соответственно 8 владельцев харлиев на них должны были переправиться в африку через паром и там две недели кататься на мотоциклах соответственно я взял под эту поездку свой мотоцикл у меня хондочка была тогда слр взял гуся друга взял два параплана 12 марта 2020 выгрузился 12 марта 2020 испания начала закрываться прямо вот у меня на глазах из восьми владельцев мотоциклов двое сказали что паша будет жопу загружая наши мотоциклы буквально там через два часа после выгрузки позвонили все обратно билетов практически нет мы кое-как выцепили последние билеты но тогда же боялись этого вируса и 6 человек которые сказали что выше что прикалываясь как могут границы закрыться вообще они купили билеты назад из португалии поехали в португалию там еще все открыто все гостишки все рестораны открыты вот а я отсиживался тогда у друга а новости то каждый час сыпались я понимаю что все сейчас еще чуть-чуть и труба я встрянул в итоге я говорю парни все выезжаю за вами в лиссабон 15-16 марта заезжаю в португалию португалия в день закрывается в португалии там лояльная полиция меня пустили с условием что я загружаю сразу назад я загрузился пытаясь выехать в испанию и все труба испания закрыла все сухопутки машина груженная полностью 10 мотоциклами двумя парапланами она встряла в португалии в итоге я вывез свой параплан на самолете я купил билеты с пересадкой в брюсселе 18 марта двадцатого года я оставил машину с мотоцикла в надежном месте португалии вылетал у меня была пересадка в брюсселе в двадцать три тридцать восемнадцатого марта и через полчаса после моего улицы закрылся весь аэропорт на несколько месяцев толстам и машина там стояла пять месяцев мотоциклы были выгружены на сервис в лесбой мотор с салон их еще и обслужили заодно горлеи же не могут так долго и не то что обслужили мне португалиц мой тезка пауль он сбрасывал вам не фотографии он каждые три недели заряжал аккумуляторы спустя полгода в общем мне то их ценю мне машину было не вывести потому что у меня нет вид на жительство я нашел девочку женщину которая работает дальнобойщицей мы ее кое-как отправили потому что отправляли через беларусь граница закрыта и они хотели сажать на самолет пришлось доставать документ что у нее есть экстра на данность поездки вылетела потом пересадка в милане чуть не опоздали на пересадку транзитный коридор закрыт был полностью два дня возились там загрузку мотоциклов и шинами и в итоге все она загрузилась поехала закипятила мотор по дороге жара была там плюс 36 и в гору она соответственно ехала в обычных режимах как на фуре грубо говоря машина не удерживает то что вес этой машины с вот этим чудом прицепчиком груженный битком харлеями 9,5 тонн при моторе 2,5 на границе испании франции ее ограбили на 2800 евро и слава богу что скинули документы потому что ограбили все вытащили сумку в которой были все документы паспорт и все документы на мотоциклы в общем все было в 4 утра выехала и присылает мне фотографию прицепа без одной оси да в общем про фоколе подшипник развалилась соответственно ступица ушло колесо в неизвестном направлении на платной трассе французской ось вроде бы кнот кнот вроде бы ну немецкий кнот но хрен венгерский немецкого кнота нет таких типоразмеров завод естественно закрыт на весь август а это было там 1 или 2 августа запчасти нету все дилеры все закрыты тоже или закрыты или нет запчастей я пошел в 15 минутах от моего дома такая запчасти есть идея челем отправил во францию порядка 80 тысяч рублей стоила доставка это запчасти до франции вечер четко отработал через два дня и я в общем пообещал что если она доедет и встреча с фейерверком и я свое обещание выполнил бахнул фейерверк но возвращение машины мне стоило примерно как половина машины в итоге